здравствуйте всем привет всем наши родные наши дорогие подписчики зрители друзья соратники сегодня 2023 год сегодня 2 октября и сегодня такой праздник такой праздник такой день такой день сегодня годовщина три года совместной жизни с катюшей вот у нас сегодня три года ему будем праздновать праздновать мы будем сейчас покажу что на столе у нас так у нас на столе тарталетки с творожным сыром с красной икрой огурцами форель это катюша нас просто невероятный форель стейки форели соусом то рублю политым огурчиками и сыром меди и винишка конечно включил катюша опаздывает я хотел сказать вы таки выходи как так что ребятки так что будем балете кайфовать будем мы сегодня танцевать будем мы балете кайфовать всем привет ёл тетя пусть смотрит в прямом эфире и на видео извините где там ответить мы не сможем что-то как-то но мы будем читать стараться колбаска так лучше так лучше не делай а то у нас пробка улетит в смысле ладно и когда вот так по донышку бьёшь и палочка ну всё-всё-всё-всё давай не будем проехать всем хорошего нас а оксиды мне кажется не так на каше так самсунг сейчас принесу ну всё давай снимай меня сейчас я настрою я это танец как открытие вина на праздник будет сейчас я настрою подожди я его сам лично открою ты свою сама я тебя снимаю мою я сам поздравляю вас с годовщиной ребятки счастья любви вам успехов во всех делах спасибо огромное вот да а я вот кстати 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 я очень знаешь что хочу ребятки очень что хочу я хочу ну ты же знаешь я тебе говорил сумочку хочу потом как-нибудь возьмём и сумочку я очень очень хотел сумочку из нового оленя да оленя ему сумку давай там я порвалась уже там и дырки сверху вся рассмыскала что танец снимать да нет открывание открывание ну давай снимаю ты сможешь открыть ты главное пробку я смогу я вот так пробку держу она вот так ты главное пробку придерживала вообще-то она у меня в руку будет давай здравствуйте всем привет всем наши родные наши дорогие подписчики зрители друзья соратники сегодня 2023 год и в честь такого события у нас катюша ганочина три года совместной жизни и это праздник который я считаю лучше дня рождения лучше чем новый год лучше чем все праздники я буду сегодня открывать вино вино полтора литра сейчас вино полтора литра сейчас главное так открыть ой нет нет не не вот это она мне в руку а я я мастер открывания держи проход куда ты давай господи я мастер открывания она никогда не о с праздником это и твой праздник и мой и наш праздник ну целоваться-то мы ночью будем потом всю ночь как ляжем сейчас два точно будем мы так и без праздника сегодня праздник помечаем бокалы наливает ну все давай ты на открывай не выключай сейчас я буду открывать как тебе сказать у меня маэстро биннелли премиум именитое маэстро биннелли премиум от компании малвасия нет я поставил загадочный у нас у катюша у нас катюша бутылака 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 сфоткай на свой телефон а то у меня там снимает я буду сейчас говорить сфоткай сфоткала и видео я сейчас сниму вот здравствуйте всем привет всем у меня сегодня бутылака такая набрать а че я еще не наливаться стал он уже пум 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 потому что это полторашка она тяжелая не могу держать у меня уже мышцы болят вот сегодня короче будем пить за наш праздник за любовь за счастье за радость за все души и тепло все же вот это видео которое мы снимаем большое даже когда когда-нибудь ты поедешь домой я пару слов скажу когда мы не скажем когда ничего так у нас есть еще знаете что тортик есть циферка 3 но это будет потом милая любимая я сейчас тебе туда говорю в камеру это сейчас тебе в камеру милая любимая ты сейчас едешь в поезде я тебя очень жду очень жду всегда люблю целую обнимаю везде везде целую крепко крепко обнимаю скоро будем вместе не переживай поездка недолго когда будешь ехать вот и там вот я знаю да 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 и там даже когда когда уже приедешь домой и там когда будешь уже сидеть вот тоже скажу говорю тебе ой маме катюша мама катюша тоже привет огромный тоже покажет привет огромный большой вам привет всем глебу привет всем привет вот всем хорошего настроения ну давай стукнемся давай русланчик за нас и диму привет конечно всем всем за нас за нас когда ты будешь ехать в поезде будешь я смотри это видео когда туда приедешь тоже смотри это видео хорошо русик вот так что вот это важно о а что это и здесь снималась да там что-нибудь повырезаю блин память кончится сейчас я сегодня делала форель значит форель вот такую я делала если что я чать не читаю я хочу если что то катюша мне будет говорить я вообще чать не буду сегодня читать вечером совсем нет ты будешь читать чат потому что сегодня праздник ты читаешь я не хочу отвлекаться спрашивают про какой-то пакет из пятерочки с которыми я приехала а ты откуда знаешь с какими я приехала партлета это праздник читай нормально честь носить все они может я правда приехала с пакетом из пятерочки всякий странная философия вот тарталет очень вкусно ты 1 2 3 5 ешь а потом думаешь вкусно но так фрося пупкина с годовщиной вас пусть ваша пупкина да вам всем нашим лучшим пусть ваша любовь крепнее с каждым днем чувства не остывает ну и здоровье конечно вам спасибо фросте тоже здоровье крепкого ну сюда тоже мы на этом видео запечатлеем всем спасибо прося пупкина спасибо огромное дэвид мужицкий тебе спасибо привет дэвид а вот а чё то дэвида и нету ладно попробую мидию значит ты попробуй давайте я буду русаночка сейчас мидию вот в этот соус макать и кормить вкусиком то снимай с руки да всем при на всем кормить меня соусом меня ты скажи хоть как на вкус вообще у меня пока еще икра вообще классно ну пока еще икра с творогом это соус до рублю да это соус до рублю всем ребятки мы желаем любви счастья радости спасибо любите цените берегите душу годовщина вас всего самого наилучшего спасибо не хочу что на чате извините о лена пишет привет катя руслан из екатеринбурга счастья вам еще долгих лет совместной жизни спасибо о если мы поедем когда-нибудь вместе там пару дней в екатеринбург будем делать сходку я хочу сходку сделать в екатеринбурге ну сходка то какая сходка просто мы будем в каком-то месте стоять и скажем что там стоим вот так желаю чтобы у вас все было и ничего вам за это не было спасибо а вы но полтора литра больше 1510 миллионов мальвасия семидолсе маэстро бинолле премиум спарклинг вайт вайн продуктов и так далее кстати в нового года тоже полтора литра вина только в двух бутылках добро пожаловать в екбэ где ты можешь посоветовать сделать вина не закреплена мидии же едят вот с этим вот с этим совсем же правильно вот эти вот мидии и же прямо не вы кого не выкалупываю там ничем желаем чтобы у всех были чудеса чудеса да и только я заметил когда репива не особо хорошие что она отрыжка сидит здесь не отрыгается а это хорошая да если сразу отрыжка идет без проблем мы что-то вчера то взяли с тобой первое я забыл как называется в аллее я думаю в чем застряла не идет вот так здравствуйте привет всем там еще нигири вот у нас короче вот такой стол с катюшей всем желаю чтобы было как у нас Александр написал поздравляю вас с будущим и ваших отношений желаю вам дорогие неугасаемой любви искренних чувств доброго благоволучия светлой удачи на вашем совместном пути и радостном алексеем спасибо александр 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 давай всем привет скажем так думаю давай кому мы говорим саням привет саням сашам алексеем алексеем владом демасом москва лена лена маша маша мажем катюшам очень много кстати какие вообще куча Катя, Катя это распространенное имя, Владимиром, уважаемым Владимиром, Владом, Пашем, Ирином, Ирине, Ирином, Владленом, тут говорить можно целый час. Да все имена мы уже переделали. И много чего хорошего сказал. Он еще стоим-стоим с первой, когда у меня была. Вообще классно. Большой привет передавайте Славику. Так, у нас можно отдохнуть, это про ЭКБ, на плотинке, хотела бы, конечно, с вами встретиться, были бы рады, смотрим вас всей семьей. Да, Лена, было бы круто. Семьей, значит, встретимся, семья с семьей, это вообще круто будет, имею ввиду, семья с семьей. А у тебя, если есть дети там, они смотрят нас, знают, интересно. Лера, у Лена спросить, если у меня есть дети, как они к нам относятся. Ну, вообще, нормально это шимпанское? Да, вообще классно идет. Сладкое? Да, кстати, не то, что тогда брали дешевое. Вот, ну что, анигири. А что рыбу не пуешь? Рыбу не будет? Рыбку сейчас уже буду. Анигири. Все, рыбку. Мм, шкурка естся. О, я тебе свое дам шкурку от рыбы. Я вот что-то как-то не особо шкурку от рыбы не ем. А, где? Кому-то вершки, а кому-то горшки. Вот эту шкурку, знаете, есть такие, кто любит есть вот такую. Ну, это Русланчик, он обожает такие шкурки есть. Я, кстати, в курице игре всегда шкурки люблю, а остальная варенка. Так, рисовые треугольники, да. Старый написал, ребят, варен, поздравляю с годовщиной, так держать молодцы. Спасибо, Старый. А мы, кстати, не помнишь, мы же на стриме до прошлого года все напразднули. Так. Вот, Лена пишет, у меня четверо детей, дочки взрослые, а сынок... Русланчик, 9 лет. Ну, 9 лет еще нас не показывай. Нас можем смотреть только с 18, так что ладно уж. Вырастет, покажешь. Как восполнится, вот, Лена, как исполнится твоему сыну 18 лет. Ты скажешь, я хочу открыть тебе тайну. Ну, вот, показывай наши видео с 18 лет. И пусть вот, только не раньше. Не раньше. Так, а мы-то уже в истории, считай, будем. В истории вообще в древней. Уже представь, какой год. Это ему 9 лет, сыну Иоанну. А будет 18, это, считай, через 9 лет. Это будет 2032 год. Пока же нашли видео в 2032 году сыну своему. Ну, это правда, не надо раньше. Вот это вкусная рыба вообще, да? Ну, как тебе с соусом? Вот она нормально, да, захочет? А он уже впитался и высох. Видишь? Сейчас дойду до него. Да, у меня нету бицепса. Че тебе показать-то, я даже не знаю. Че тебе показать-то? Ну, жирно. Ну, только салфеток нет. Может, бумагу принесешь туалетную? Давай туалетку. Сейчас аккуратненько. Ну, как-то салфеток нету. Угу. Такие вкусные. На стол только не встать на стене, да? А куда лучше? На вот эту часть тебе. А что, на коленах? Ну, куда положим. Здравствуйте, привет всем. Вот как мы празднуем три года совместной жизни, юбилей. Ну, кстати, как-то скровненько даже. Да. Рыбка красная с сыром, с тарталетками, огурцами, флорель, стейки на гриле, соус. Ну, так себе. Полтора литра вина, у Катюши 0,7, у меня полтора. О, какое вкусное. А это, кстати, еще начало. Сейчас допьем. Это дорогое, капец. Сейчас допьем, еще за винишком пойдем в КБ. Ну, сейчас я полтора допью. Катюша 0,7, еще пойдем в КБ. Какое вино еще? Ни разу не пробовала. Медуза. О, песня. Медуза, медуза. Помнишь песню этот пел? Парень, напомни его. Тортик будет, да, конечно. Ну, торт будет, трех-трехлетний. Медуза, медуза. Вот Людмила пишет, поздравляю, но если честно, не верю в искренность ваших отношений и что вы демонстрируете в своем контенте. Сплошное поглощение пищи. Чему у вас можно поучиться? Ну, поглощение... Ну, поглощение... Старание, стремление. Людмила Лопакина, нет? Угу. Потому что ее слова часто похожи. Давайте за вас. Давай, Дэвид. Дэвид. Донат. Ольга, с праздником. Спасибо, Оля, тебе за донат. Иди смотри. Тысяча. Иди смотри, я уже прочитала. Есть, Юля, Оля отправила. Спасибо большое, Оля, тебе. Спасибо большое, Оля. Спасибо. Спасибо. Ой-ой-ой-ой. Очень рада. Спасибо огромное. А многие писали... Три года — это не три месяца. Три года — это не три дня. О-о-о! Три года — это не три недели. Я помню, когда первый месяц, второй, третий прошел. Ну, так долго. А теперь, мне кажется, это так мало. Ирина написала, ребят, поздравляю вас с годочиной. Много-много дней. Спасибо. Спасибо, Иринка. Мы когда-нибудь закатимся, ездить по городам. Подзаработаем там, побольше денег. Поедем в десяток городов. Ну, когда время придет, доходы будут поездить. В Красноярск, в Кемерово, в ИКБ, в Читу поедем, в Челябинск. Вообще у многих городов. Какие еще города? Ой, в Челябинск, кстати. В Новосибирск. Ну, короче, так, с Галочкой мы были там, встретились с поклонниками, там-там. Ну, короче, на машине, в Красноярск, потом с Красноярской Кемерово. Вот, кстати, в Сибирке вот так поедем. Соус вот этот я делала, короче, дорогой соус. Мне птичек посоветовал один приготовить, но еще вкусный. Короче, сыр вот этот делаешь и в сливках растапливаешь его. Смотри, ваш блестиджер. Угу. Так, значит, что там еще? Вас никто не заставляет смотреть, Людмила. Вот правильно! И я бы тоже... Это не Тошкина сказала? Нет, то, что... Зачем ты тогда смотришь, да? Вот логично, если тебе не нравится, ну, блин. А философия Руславна Кисельмана не нравится. Кто мне не нравится, вот, например, те уже давно, те уже давно они не появляются у меня в ленте. Вот кто мне не нравится. Я их не смотрю как бы. А если ты смотришь, значит, тебе нравится. Ну, что это значит? Ну, ты я уже стал некоторым ставить дизлайки и уносить вот этот палец, что не нравится, чтобы не высвечивались. Уже как же так все. Но винишко не крепко, как раз для застолья. Так, Вован Олегович, 500 рублей с праздником. Привет! Вованчик! Вованчик! Привет, спасибо! Привет из Краснодара! За Вовану... Кстати, мы снимаем большое видео празднования. Вовану из Краснодара, твоим друзьям привет! Это заснимется, на большом видео будет. Это на большом видео будет, Вован. Вован Олегович. Вован Олегович из Краснодара. На большом видео привет тебе огромный. Вот сейчас снимаем большое видео. А я не в Викибэй жила, Елена. Я жила рядышком в другом городе. Не говорим, не рассказываем, где. Секретная инфа. Ну, Вика бы ты ездила, как бы. Там, кстати, многие ездят. С детства. Там многие, кстати, есть, взрослее, только Викибэй ездят в самый ближний город. Я с детства знаю, что ехали. Рядом какой город? Там много коротков. Ну. Не суть. Кстати, Федя, Букер де Фред, был рядом с твоей родиной. Да. Он, когда Викибэй концерт делал, он заезжал в Туру. Оттуда он снимал историй с себя про король сыров. Он прибыль. Я думаю, ему понравилось. Не знаю, но он был в Туруре. Я так расстроился, хотел тоже побывать, повидаться с ним. Так, вот, у меня Щернила пишет, Василий, я сказала свое мнение, прошу заметить, никого не оскорбила. Да. Молодец. А мне отказано. Мне не уважают. Так, Виктория пишет, поздравляю, Катя, почему вы не хотите в Екатеринбург переехать, ведь город куда повеселее, да, и квартиру-то можно за эти деньги тоже снять, что? Снять однокомнатную? Нет. Нам надо большую. По сути, вообще ничего не держит. Ну, как бы. Время покажет. Сегодня мы три года вместе живем. Именно живем. Вместе. А будем знакомство праздновать? Это 18 декабря. Ну, если не забудем. И будет уже не ты, и года, а четыре. Мы уже не так будем праздновать. 18 декабря будет четыре года познакомства. Угу. Мы-то не праздновали, мне даже какой-то написал, а что хотя бы забыли отпраздновать. 18 число. Привет, домашний копитильный привет. Кстати, 18 декабря первый раз мы с Катюшей познакомились. 18 декабря 2019 года. 2019 года, да. 2019 года. И это, кстати, день рождения, Петя, еще гармон. Еще даже не был 20-й год. Но мы 24-й скоро. Так, что, поступимся еще? Угу. Ох. А ну, кстати, даже не пините. Бокал выпил, как будто я не пил. Ну-ка, давай еще. Я сейчас его попробую. Попробуй, конечно, как бы нормально у меня. лёгенько. Вообще, такое лёгенькое. 7,5 градусов, 7,5. Такое, лёгенькое. 7,5, она лёгкая, да. Кстати, вот эта Людмила одной темы права. Нет, не в том тоже. Она не оскорбила, она сказала свое мнение, типа, ей не нравится туда-сюда. За это мы говорим спасибо. А я поэтому и ничего не пила. Почему спасибо? Потому что она не оскорбила, не унизила, не обозвала, сказала свое мнение без всяких... Она ей сказала, что мы тунеядцы, не сказала, что мы лентяи, не сказала, что идите работать. И все-все вот это, которые другие болтают. Мы так работаем. А то, что сказала, то, что ну непонятно, о чем мы снимаем, ну, я объясню. Ну, факт на дегустацию, обеды, ужины. Я, с вами из-за компании Мастер пью. Ой, я помню, как я его тогда однажды выпила. Ой, что, я больше не хочу его пробовать. Ну, может, на голодный желудок тоже попробовал, видишь. На голодный, знаешь, даже пол-летрушки выпила, уже сильно. Вот. Людмила, с уважением. Мы, кстати, показываем философию часто. Добро, как лучше, любовь, счастье. Да все показываем. Так, вы классно, балдежно вам отметить ваш праздник. Спасибо, Лена. большое тебе. Что соус начинаю пробовать здесь? Людмила, скажу вам, что в интернете очень много контентов с едой, где ее едят. Да, кстати. Дофига просто. Даже мне постоянно попадается кто-нибудь. даже у мистера биста есть много видео, десятки, даже огромное количество, где с едой. Я смотрел видео, где они пиццу и ведет все на еде. И там дальше много. Знаешь, что, что в сторисе я листал даже у милокина. И то, часто на цепи готовки ужинах видал. Иногда в сторисе он выкладывает там сфоткает гречку какую-нибудь и яички сварит или пожарит и сфоткает. Ладно. Даже он выкладывает даже милокин. Да, все выкладывает. Ой, Маргин, штыр тоже сколько на выкладывал. Ой, да в наше время все все выкладывали. Даже милокин. Ой, фу, даже Алишер. Точно. Самая жирная рыба. Смотри. Не, ну вы пишите в чате и мы не читаем. Обычное внимание. Я не считаю, что это какое-то большое внимание. Что пишете, то мы и читаем. Самое главное, ребятки, когда вы снимаете видео, не имеешь с чем. Вот смотри, вы снимаете сами видео, да? Кто не хочет, того и не умешиваете. Это важно. Потому что некоторые пранки как бы лазят там с герниками кому-то неохота. Ну, как бы так. Типа, ну, пранкуют, то все делают, типа, кому-то, а с кем, кто не хочет, то не надо. А вот сами по себе, как мы. Да, вот Василий, я тоже всегда поражаюсь. Вот знаешь, я думаю, с чего вы взяли, что каждый контент чему-то должен учить? Ну, ничему. Мистер Бис тоже не учил. У каждого человека есть социальные сети, у каждого. Ты спроси, у любого человека есть социальная сеть сейчас. У любого. У любого, просто у любого спроси, у тебя есть там, да хоть что, он тебе скажет, да, есть у меня социальная сеть. У всех депутатов есть у каждого. Любой человек снимает все, что он, таксист, например, тоже за низу пускает. Что в этом? Как будто как с луной свалились некоторые люди, я не понимаю просто. У многодетных этих материи есть. Ну, или не только материи, может он целых есть. Оксана написала, Катюша, Ярослав, поздравляю вас с годовщиной, пожелаю вам счастья, любви, здоровья. Спасибо, Оксана, тебе тоже. Оксанечка, спасибо. Всего бездорожья. Спасибо. Я говорю, дойдем до того времени, когда пойдем по граданкам, Красноярск, Кемерово, ЕКБ, Новосибирь. Вот реально, вот Василий, пускай снимают свои ролики, да, мы посмотрим, что они будут снимать. А знаешь, что они будут снимать? Собачек своих будут снимать, или кошечек, вот все. А потом забросить. Или иду, опять же, опять же иду, а потом, а потом они будут всякий бред нам писать. Смысл в том, я тебе сейчас расскажу. Они думают, что они заснимают? Вот это у Мидии желудочек, вот это вот у Мидии желудочек, они думают, знаешь что, они снимают, у них что-то наберет. Или это голова у нее, или что это? Здесь очень большое количество людей, которые думают, мы сейчас заснимем, и у нас наберет. Нет. Нужно снимать долгое время. Непонятно. Ладно. Моя форелька, может быть? Я не знаю от кого. Александр там какой-то. Что, вкусная рыба была? Очень. Хлеб вообще не нужен. Объешься и вообще не сможешь есть. У нас праздник-то живота сегодня, и не только любви. Ну, и живота. Ну, праздник, говорит, у нас живота сегодня. И живота. Ну. Тоже. А что? И любви, и живота, и гадочина. Все в вас. Что, можно еще-то поесть? Ну, Русланчик, конечно, ешь. Давайте я открою онигири. Давай. Так, мне рассказывали, как открывать онигири. Я читала. Кто-то мне написал, что говорит, я неправильно открывала, там есть какая-то линия. линия, и она потом листок чистый. Вот так, там, говорит, как-то есть линия, и потом чистый листок. Сейчас посмотрим. Ребята, вы не переживайте. Мы сейчас отметим здесь, а потом с Катюшей пойдем дальше отмечать. О, вот смотри, вот смотри, вот смотри, ну какая может быть линия? Нет. Вот они вот так вот делают вот такую штучку. И целуваться. Я внимательно понимаю. Наклейку круглую делаю, да, вот такую. И как мне ее открыть-то? Я ее открываю, и уже листик порвался. Уже листик онигири порвался. Так вот, я про это и говорила, а зачем вот так-то клеить? Как я могу вот по этой штучке... Был бы я суши-мастер, лучше другую я могу сделать. А как, смотри, он уже порвался. Я бы отдельно вошел листок. Там донат был, Руслан, иди посмотри. Семя руки. Спасибо за донат. Красная линия отрыва. А, погоди, красная. Нет, тут нет никакой красной линии отрыва. Нет никакой красной линии отрыва вообще. Сзади, сверху. А, она высветила? Нет. Сзади, сверху. Нету, не вижу я ничего. Сзади, сверху, я не вижу. Так, подожди-ка. Вован Олегович пишет. 200 рублей. А, Вован Олегович? Ну что, ребятки, выпьем? Давай, Вован Олегович. Вован. Сейчас я, сейчас я... Сейчас, подожди. Откроем Олегири. Спасибо за донат. Сегодня, чтобы с тобой выпить, даже донатить, особо и не надо. У нас сегодня... А, да-да-да. Виничка пока. Вот, так все. Вован Олегович, за тебя, за твоих друзей. У нас выйдет большое видео. Может, через неделю, через неделю, пока я все сделаю. Ну, а вот сейчас как? Вот, ты помните видео, где я на лавочке сижу, открываю? Ладно, я сейчас дома, я могу на тарелку вот это сейчас положить и вот это спокойно открыть. А там, как я на весу это делать, собственно? На весу-то я как вот это? Я там замучилась, если честно. Вот урожай 2021 год. Я замучилась еще как. Да надо прийти в этот магазин и сказать, откройте нам и покажите как. Привет, привет! Альмира, привет, спасибо. Альмира? Альмира. А, Альмира. А где Альмира? Ой, где Альмира? Я не... В Красноярске. Не, Альмира, поздравить не забыла. Так. Ну, так мы ставим, да? Да. Ну, это хотели большое видео, вот. Сейчас все на большом видео будет. Лаван, Олегович, слюной надо, знаешь, как вот так берешь. Дари, дай тебе покажу. Ладно, не слюной, подожди, вином. Вот так берешь? Вот так, то есть прям. Поим вином. Языко разобувать, ажилла. Русяк! Что, разработали? Скорость надо. Потом, когда скорость языка разработали, подносите вот так. Вы хорошие, я вас люблю. И вот так скорость. Ирина пишет. Спасибо, Ирина. Так, я попробую твой, а не Ири. Что? Здравствуйте, привет всем. как нужно делать правильный языком, ребятки. Сперва, слюнявите, чтобы язык был мокрый, потом вот так делайте. Вот так, со всех сторон. Вот так. Ну вот, вот, анигири как? Смачиваю, вот так. Все. Ну как тебе? Ну-ка, попробуй твое вино. Я попробую твой анигири, я попробую твое вино. С какого года пей. Ой, какое оно вкусное у тебя. А я сразу же говорю. Сладкое. Можно только. Нет, пей. У меня сухое. У тебя асти. У меня. У меня. Медуза. Мы какой-то вино с тобой брали, когда я вообще не мог допить его. Я не понял, какое. Ну то, сухое. Я поняла, тебе больше нравятся сладкие асти. Так что, ребятки, всем любви, счастья, радости. странно, что у ваших она прозрачная, а полосочка-то да. Ну я тебе говорю, нет никакой красной полоски. Блин, если бы она была, я бы, конечно, по ней открыла, правильно? Угу. Что бы я там мучилась-то? А ее нет, я не знаю, как открыть-то. Он рвется, и все. Кстати, они гири лучше роллов. А знаешь что, что у нас не сильно суши пришились? Знаешь, и все. Вова на лего виски, что Катюша цветок купи. И Катюша цветок купить. Купим завтра. Спасибо, Вова на лего виски. Не забудем. Купим. Помага, чтобы не отпечаталась. Спасибо. Вова на лего виски. Русланчик мне купит лилии. Они такие некрасивые. Блин, раньше летом, короче, у бабушек на рынке были такие офигенные пионы по 100 рублей продавались. Я их обожаю просто реально. Они так пахнут. Просто на всю квартиру пионами пахло. Но их сейчас нет. Все, лето прошло. И пионы оцвели. Ладно, ребята, всем добра. Я спать-спать. Ты что спать? Не сопрошу. А ты будешь спать? А сколько у тебя время-то? Не знаю, еще вперед. Вован Олегович, за тебя. Вован Олегович, давай реально. Вообще-то, Катюша, нравится, знаешь, что? Мне нравятся розы. Ну, розы. Мне нравятся летние цветы, которые летом растут. За три года, когда ты ездила, я все встречал. Я уже роз, знаешь, сколько? Потому что я же родилась летом. И мне нравятся вот эти цветы летние. А розы тут такие нормальные. Ну, я обожаю вот эти пионы. У бабушек, которые продают, на грядках растут, знаешь? У бабушки на грядке? Да. Растут. Давай еще один, Герри. Так, сейчас, подожди, знаешь, что я хотела сказать? Евгений, короче, написал, Руслан, расскажи, что произошло на съемках вырежившего монгола. Ага, Мила, тут большое видео. Чем тебя задели? Сейчас монголом учаешься? Да и что? это же просто уход. А ты контент ведет, кого задели? Никому задели? Про эти, про Ровы. Про Ровы, про Ровы. Да, вообще-то мне в этом тема была. Нет, мы не общаемся особо-то. Там тема была в другом. Я пошла в туалет. Так, пробую, теперь я открываю. грубость грубость мне там задела, грубость операторов. Ну и все. Так, Полине. в туалет. Ну и все. Вот. 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 Получилось у тебя? Нет, сколько. Ну убирай вот эту стушку. Ладно, сколько сразу. Короче, я, наверное, рыбу не буду больше есть. Никогда. Нет, почему? Я ее просто оставлю на завтра. Видишь, какой я экономный человек. Я даже рыбку всю не ем. Я ее на завтра оставлю. Потому что... Ну, вот так вот. Давай с супницей до дна. Наливай полный. Так, да, Нат, Русланчик был. Да мне рука жарная. Я уже как раз. Давай ты в этот раз. Я уже 2-3 раз ходил. Это, наверное, Вован Олегович. Это, наверное, Вован Олегович. Спасибо большое. Я уверен. Наверное, про цветы что-нибудь. Сейчас хочу посмотреть. Нет, это не было вам, наверное. И смотрим в оба. А что написал еще? Все. Просто это... Давай наливай до дна и стукаемся. Наливай до дна и стукаемся. Ну, давай. С большим тостом. Передадим нам с собой в будущее. Привет. Нам в будущее послание. Ты тоже передавай. Че я? Давай послание для нас. Будущее. В 2020 год. В 2025 год. Послание. Передавай. Себе в будущее. Давай, Русланчику. Передаю послание Русланчику. Себе. Не грусти, Русланчик. В смысле? Тебе давай передавай. Кушай вкусно. Всегда улыбайся. И чтобы у тебя всегда все было хорошо. Я и побрился для тебя. Ты давай себе передавай привет. А мне зачем привет передавать? Той, которая будет уже, когда поедешь. Да все отлично. Когда тух-тух-тух на поезде. Нет. Ты меня уже отправить хочешь куда-нибудь поехать? Я же говорю, чтобы ты не скучала. Чтобы не скучала, а смотрела наше вот это видео. Так, да? Надо бегу смотреть дома. Но это не Олегович. Потому что так быстро не может быть. А, Ольга, добавка на цветы. Спасибо, Оля, тебе большое. Это донат. Добавка на цветы. Оля отправила донат. Оля. Спасибо огромное. Спасибо, Оля, тебе большое. Спасибо огромное. За тебя. Также я тебе раз передаю привет. С тобой ходим родным и близким. Маме. Спасибо огромное. Вот. Всем остальным. Может, кто увидит. Ой, Русланчик, ты такой милый. Прям обалдеть. Так. Что, опять? Почему-то не высвечивается. Но, видишь, он куда высвечивается, туда нет. Так, вот сейчас мы будем быть с духом. Выпьем. Вован, да все. А, может, наверное, отключить в руках? Ну, значит, нет. Нет, не зависит в руках. Видишь, почему-то нет. Не знаю, Вован Олегович, справа как-то. Почему-то нету, почему-то нету. Я не знаю, не почему. Выпьем. Давай, Вован, за тебя, короче. За Олю, за Вована, за Дэвида, за Людмилу. За всех, кто нам желает счастья. За злого. Он тоже сейчас и желает. Да. Он как-то весной написал то, что все не понимают, но он написал, ну, да, да, будьте вместе. Там, типа, того он писал. Это уже все забыли. Так что злой тоже хотел, чтобы мы были вместе. И когда мы сплоченней, он тогда и радостнее был. Я помню это. Так, что за всех. Давай, за всех. Кстати, цвет разный. У меня прозрачный. За ваше здоровье. У меня прозрачный, у тебя какой-то... У меня желтый, но я первый раз такое вино пью, реально. Я обычно пью... За всех работников КБ. А, ну вот понятно. Уже год прошел, за все года. Сколько у нас было друзей, сколько знакомых. Ну, сколько людей, ну, в КБ было, которых мы общались. Ой, очень много. Поменялось много очень. Людей. А некоторые два месяца не дюжат. Тяжелая работа. Тяжелая, да. Бывало, вот, женщины там месяц-два и уходят. Угу. Кстати, в КБ процентов 70-80 продавцов всегда хорошо к нам относятся. И привет, и здравствуйте, и как дела? Сколько продавцов не было, все хорошо в Москве. А может, был продавец Димас, помню. Ну, может, там нет? Да, 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 я тоже помню. Мы отказали ему на стрим, блин. А, да, помнишь? А, да, помнишь? Ой, тоже классно. Из КБ Влада. Эх, немного. Ну, я говорю, Димас хотел к нам прийти. Ну, мы говорим так, пока не надо. Да, я как бы не зайду в КБ все новые лица, я не успеваю запоминать никого. Ну, как бы сейчас вот вроде уже постаренькие работают. Давай поднимем бокал за работников КБ, спасибо им, что советую часто. Что работаете такую нелегкую работу, в принципе, как бы, да, нелегкую работу. Мы у вас частенько покупаем. О, смотри, она раскисла. Давай. От огурчика, наверное. Во, сейчас высветится. Да на, Вован Олегович. Если это ты. Да, видишь, сколько стрим будет идти. Я же тебе говорю, он то идет, то высвечивается, то не высвечивается. Да, последняя негирь моя. Ты видел, Вован? Ты видел вообще, нет? Вован, нет. А что пишет? Нет, я говорю ему, то, что когда-то высвечивается, когда-то нет. Да стрим еще будет идти пока нормально, Марш. Часик, ну, часик, два-то точно будет идти. У нас же еще есть торт. Да часик это до девяти, это понятно. Ну, смотри, у нас же еще есть торт даже не открытый. Так что... Нет, классные тарталетки, я уж наелся тарталетками. Ой. Держи. Так что еще пока будет идти. Ты видел, то, что... Попробуй открыть. Ты видел, то, что он высветился до нас? Странно. Вот я говорю, как-то странно, да? Кто-то высвечивается, а кто-то нет. Здравствуйте, всем приветствую. Пожалуйста. Сейчас я попытаюсь открыть онигири. А-нигири, а-нигири, не о-нигири. Как вот, смотри, вот ровно, да. Ага. Надо открыть, чтобы оно ровно было. А, все равно рвется. Рвется, я тебе говорю то, что рвется. Но ты-то вообще... На, ей. Не лучше. Нет, я-то умею открывать. Так. Подожди-ка. Надо вот отсюда убрать. Я же тебе говорю, тут неправильно запакована. Вот здесь штучка вот эта, которую надо открывать, они на нее лепят вот этот кругляш. А клей хороший. А он, не надо вот этот кругляш сюда лепить. А там клей жесткий. Я его... Да. Кругляш-то... Кругляш-то зачем лепить сюда? Из-за этого он и не открывается. Сейчас я посмотрю, если он не высветет. Поздравляю вас, счастья, любви. Да-да, видел. А, ну вот, видишь? Видишь, видишь? Я тебе говорю, он когда высвечивается, а когда... Никогда нет. Это как бы не от нас зависит, почему так. Да, ладно, это было огромное. Это что-то от системы зависит, понимаешь? Вот это вот как? А потом еще говорят, что ты типа не знаешь, как надо открывать. Блин, да я знаю, как надо открывать. Ну просто зачем эту кругляшку сюда клеить? Ты напиши книгу жалую прям начальство. Да зачем? Может... Или я все-таки тупая, не понимаю, может, что. Как думаешь? Почему его пихают посреди колесков? Да, я вот тоже не знаю. А мне кажется, лучше вообще сразу обертывать. Да. Чтобы вот это... Для кого-то снимаешь, он уже готов. Чтобы вот эти все... И слюни пусть... Продавцы вот так сидят и так... Нет, прям... Мне он уверен. Сейчас сделает, открывают. Все, дайте. Все, дайте. А что, продавец, мужик, бородатый какой-нибудь. Кошмар. Такой бородатый мужик. Шаги герит таким. Открываете так. Бородатый мужик. Дайте. Я бы такой есть не стала. Если в гости к вам приеду, потусим вместе. А ты где живешь, Вован Олегович? Рассказывай. Краснодар. Он же с Краснодара его, друзья. А, с Краснодара, точно. Это где этот живет? Мама отличная, Калева. С Краснодара, да. Как ты думаешь? Да далеговато. Здесь можно снимать эту гостиницу. У нас хорошее... Хостел очень дешевый. Квартира дешевая. Как называется? Я не помню, здесь вот такая большая, красивая гостиница. Рядышка... Евразия? Да, не помню, как-то так. Евразия отель. Но это побогаче. А если подешевле хостел. А если подешевле, есть просто гостиница, а пока. Хостел. Хостел, у меня три секса, общественная, общая. Там в одной комнате стоят двух ямок на кровати. И все вместе спят. Поздравляю, ваше счастье, любви и удачи. Общая, общая. Это я уже читала. Это я уже читала. У Русланчика есть еще колбаса. Я уже понаела, я уже улыбаюсь. Вот такая. Последние недели уже не тянет. Русланчик, ну что ты на огурчики-то на мои? И все сложи-то. Забирай огурчик, а жуни-то. Ну конечно, я огурчики заберу. А это сыр не дорблю, а то я хочу вас есть. Это сыр дорблю, но я его сама съем. Вот. Ты макай соус? Я уже наелся. У меня же диета. Мне же жирное нельзя вот на нигире, можно там рыбку. Я вот постоянно у Русланчика подъедаю. У меня холецистит. Холецистит. Очень важный, опасный холецистит. Все вот это выкинешь. Немного из нельзя. Я как-то не заметил, я уже допиваю. Как допиваешь, Русланчик? Потихонечку пей. Сколько у тебя осталось? Ну. Ты полторашку вина выпил? Полторашку вина выпил? Да и все, и считай уже у меня там одна, это в оба. А что так быстро пьешь-то? Потом опять скажешь. Я мужчина. Я могу. И что? Скажу, что еще надо. Ну, качество хорошее. Не горькое. Ой, красное я вообще не понимаю, как их пьют. Они такие горькие. Ну, это... Мне для здоровья положено красное сухое пить. Ну, тебе я все врач сказал по бокальчику. Да. Я помню, тогда пришла к врачу, короче. Это мы еще в Черногорске жили на 9-м поселке с Русланом. Да, я знаю. А ты же помнишь, мы вместе с тобой ходили. И она такая мне говорит. Врач. Ага. А я тогда весила 51 килограмм, кстати. 52. 52 вроде. И она мне такая говорит. Вован, короче. Да нет, спасибо. Спасибо за хостел. Могу гостиницу себе позволить. Встрим можно совместный будет или как. Это Вовану донат отправил. Можно. Да, конечно. Ну и все. И мне, короче, врач сказала, говорит этот... Мы к платному ходили. Она такая говорит. У вас недостаток веса. А почему, говорит, у вас недостаток веса? А я еще тогда 52 весила. Сейчас я вешу 46. 46 ровно вешал. А тогда я 52 весила. И она мне сказала, что у вас недостаток веса. Почему, говорит, вы мало-то вести. Что, говорит, вы недоедаете, что ли? А в чем причина вашего недоедания? Только не говори, что вам нет. Я говорю, да нет, просто на диете сидела. Говорю, ну так вот так гемоглобин, говорю, упал. У меня он реально упал. 70 был. А надо, чтобы 120 был гемоглобин. А у меня 70 был. А у меня не знаю, сколько у меня. А у меня был 70. Сейчас я не знаю, сколько у меня гемоглобин. Ну, вроде я себя нормально чувствую. И она мне сказала, что надо вам питаться мясом. Я говорю, ну я не ем мясо. Она такая, ну тогда вот можете немножечко красного сухого вина купить. Бокал, да. Именно хорошего, красного, именно сухого, именно сухого, именно красного. Гемоглобин подымает. Врач сказал? Врач мне сказала. Вина каждый день? Нет. А вокальчику? Да не говорила она, просто иногда можно. Кстати, я тоже читал, ребятки, то, что если... В 24 часа каждый день вина по бокальчику нормального. Можно, можно. Я читаю. Это, кстати, московский доктор. Только именно сухое оно должно быть. Оно не должно быть ни сладким, ни полусладким. И только хорошим, а не какая-то бармадуха. О, все, бегу, Бил. Все, бегу. Ли, ты читаешь пока? Я читаю. Так, 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 я читаю. Я читаю. Сейчас там взвечется. Прикольно, прикольно. Надо подумать, когда к вам вырваться. На самолете. После Нового года. Спасибо. На самолете. Да по вам вообще без проблем. Если что, приезжай. Без проблем. И стрим замутим вместе. Посидим. Мы с тобой так закайфуем. Эх. Вообще, что Катюша нас скажет. Блин, иди ко мне. Что-то там с вами кайфируешь. А мы с ним и... Да, конечно, приезжай. Если захочешь, приезжай. И то, и все. А ты как вообще играть умеешь? Мы тебя на вокзале встретим. А ты играть умеешь? Мы с ним и поиграем. В ПС. Да? В ПС кого Руслана есть. Да, поиграем. Ты скажешь. Иди ко мне. Я скажу. Я с Вованой. Давай. Вот так вот. Эх. Ну, что, приезжай. Вот так вот. Ну, да. Лучше квартиру снять. Или отель. Или номер. Потому что хостел там что? Да фигня хостел. А там 300-400 стоит. Ну, там знаешь что? Там все в раз живут. Это общая кухня. Туалет общий. И там получается вот двухъярусная кровать. А, на вокзале беру, встретим. Так может ты не на вокзал, может ты аэропорт. Аэропорт, да. Ну, тогда с аэропорта лучше. Вот такая нормальная штука. Я наелся вообще не хочу. Я тугарьцы только одни ем. Понимаете? Я есть не хочу. Ну, конечно, ты съел три нигири. Вкуснанчик. Съел целую форель. Целую форель. В форель стоит маленький. В музыку укидывай. Маленький стоит. Я больше по дотке. И коньячку с колой и льдом. Понял? Принял? Ну вот, видишь? А ты в дотке играешь? Нет. Да, я, пожалуйста, в дотке не играю. Не садись. Вот, знаешь, в дотке. Да, не в дотке не играю. Дотка. Я вообще ни в что не играю. Вот, если честно говоря. Это русланчик вот в эти вот играет. Да, у него там есть там даже какие-то... Как группа игры, да? Какая-то у тебя есть. В которую ты играешь в Lost House или как оно называется. Я въелся. Бац. Все, я наелся. Я не могу. Фу, наелся. Нервный бледен. Спасибо за донат в Иван. Давай за Вован. Кстати, вино улучшает пищеварение. Сейчас у тебя все уналадится. Не, они гелины, нормально. Там все морское. Там кальмары. Ой, не кальмары, а эти. Вот видишь, что у еды. Ты еще говорил, что-то у нас какой-то бедненький стол. О, это соус в Дорблю даже не было. Икра классная, кстати. Икра классная, сырок. У меня, короче, пупичики, это вообще... Знаешь, у меня есть и стилисты, и визажисты, и повара, и бармены, и все на свете. И, короче... Ну, мне же советуют. То, все, пятое, десятое. И вот один паренек, вот, он мне посоветовал соус вот этот сделать Дорблю. Реально, я не знала. Я, правда, я не знала, что вообще такое существует. И он, ну, он мне написал рецепт, все. Говорит, вот так делай. В ресторане, говорит, там в одном... Ну, делаем именно... Ну, там еще у них один ингредиент есть. Но у меня его нет, как бы... Ну, и ладно, бог с ним. А что за индивидиент? Ну, я не буду рассказывать. Он мне по секрету написал. Ну, я говорю, я тогда со сливками сделаю, и вот с этим сыром Дорблю. Ну, и вот, и отлично получилось. Высвечивается? Так, Кать, только пообещай. А, ну, все, давай, это уже не он. Это уже не он. А сколько будет по деньгам на стриме выиграть суп Руслана? Не, это не он, это не он, это фейк. Это подделки. Да, конечно, ну пусть донатят. Пусть донатят. Нет, это подделки. Ради бога, как говорится. Выдрать зуб, вы что? Такое бы вам не сказал. Да нет, это не выдрать зуб, это другой пишет в чате, Лешик. Выдрать зуб, Руслана. Никто никому зубы не выдирает вообще. Если нужно будет удалить зуб, мы пойдем в поликлинику. Мне наоборот вставлять надо. И удалим зуб, если вам надо будет. Валан Олегович, у тебя уже хейтеры, видишь, этот, фейки появились. Давай. Все нормально, значит. Двигаемся на нормальном уровне. Уже у Ивана Олеговича появились фейки. Зависники, что еще? Ну да. О, Наташа, привет. Где наш курдок? Наташа, привет. Я сегодня твое поздравление прочитала. Ты самая первая поздравила. Как обычно, как всегда. Даже в день рождения моего, ты мне ночью первая самая поздравила. Ну, сначала мама, конечно. Сначала мама, потом... Мама? А ты, говорит, не говорила мне. Когда я тебе не говорила, я тебе говорила, меня первая мама поздравила. Потом Наташа за леток. Вот видите, какая Наташа, а вы говорите. Жалко, что Наташа не может к нам приехать. Вот если бы Наташа к нам приехала... А ее недалеко. Сколько тысяч километров? Тут вообще близко. С Омска ехать? Меньше двух. Сомска... Ну, все убирай. Ну, будет плохо, потом живой тут. Давай, прячь вот Руслантов, посол. Это как тогда встало. Помнишь, я тебя прятала? А ты потом говорил, на вот имбирь съешь вот одну, он получше переваривается. Давай. Ой, ой. Бери. Ну, вот отсюда вот. Видишь? Эфирка вот такая у нас есть, свечка три. Ну, сейчас у тебя чуть-чуть переварится, потом будет много свечей. За тебя, Иван Олегович. За всех остальных, за каждого. Сейчас, сейчас, посмотрю, он пока. Ой, хоть уходит. Ой, Лидия, что ты тут завидуешь? Да, уже поели. Ирина, спасибо. О, Девит, спасибо. Ну, что, стукаемся? Последний разочек, у меня там капельки остаются на донышке. Давай, Русланчик. Дай нас. Дай поцелуйчик. Нас. Ну, это что за поцелуй? Это так, так, чпок, чпок, чпок. Ой, нет, у меня часа, у меня еще помада улетит. У тебя губы по сервису. Руся. Ой, ну вот я же тебе говорю. Да вообще-то ничего не размазано, даже капли нет. Так, Катя, ты могла бы с... Ой, нет, нет, Вика. Мы же, блин, знаешь, если бы нормально, нормально, вот Аркаша и Гриша выглядели... Давай не будем, вот прочитал и хватит. А, мы будем... Так, привет, ребята, с годовщиной вас что по друг другу? Что подарили друг другу? Только мы что подарили? Вот завтра и подарим, сейчас, завтра и подарим. Цветы там, все остальное. Пойдем в цветной, да? Нет, я тебе что могу сказать. То, что я, если бы Аркаша нормально, ну, без всяких вот этих вот, ну, типа... В этих там... Я тебя заберу, там, вот это все. Да зачем я тебе нужна вообще, Аркаша, ты что прикалываешься? Если бы просто нормально бы общались, как друзья же можно быть. Просто как друзья. И не хайпиться на этой теме, что там, вот, я там, где Тельмана, там, Катю заберу, туда-сюда. Знаешь, как тебе это надо? Если бы нормально общались, без всяких этих понтов, то было бы все нормально. А вы начинаете всякую... Да они едят на Монголу, пусть уедет. А вы начинаете всякую ерунду собирать с Гришей, он, как это, знаешь... Да они ночь не спят, а думают, что каждую ночь, что делать. Ну. Он с Монголу едет, и пусть едет. Ну, всякую ерунду собирайте. Пусть с Монголом думает. Ну, с Монголом, ну да, победа. Они ему, Монгол, найдет ему невесту. Просто могли бы общаться нормально, ну просто. А тут начинается сразу с этих, знаешь, проблем с каких-то общением начинается. Ну, такое общение тогда и... Руслан, такой женщина, у тебя надо подарками... Вот, завтра за цветами пойдем. Ставим цифру 3, а у меня день рождения 3 августа. Циферка 3, видишь, это мое счастливое число. Пишет, короче, Катюша Падре, абонемент к KFC. Зачем? У меня день рождения 3 августа. Самый глупый абонемент. Да я потихоньку, видишь, вино-то пью. Я особо-то быстро это не пью. Ну, что я там, кажется? Давай, Русланчик. Медуза, медуза, друзья. У меня вино называется Медуза. Медуза. Загугли. А у меня Маэстро... Маэстро Бинелли премиум. Как там вообще минуты? Видео. А знаешь, то, что видео уже идет 1 час 3 минуты? Да уже много идет. Да пусть идет до конца. Так. Пока не кончится память. Каты, подари абонемент в KFC, чтобы попа была аппетитной. А то скажи, от огурцов ты хрен чего, какой попу вырастешь. Правильно? Кушать надо нормально. Такой взяли. То, если у меня будет вес еще снижаться, я пойду к врачу. Омский свечной. Омский. Омский, да. И у меня, короче, я же ем, ну, типа так. Может, мне кажется, что я много ем? Вот реально. Мне кажется, что я ем, а у меня вес не прибавляется, он не снижается еще. Ну, короче, вот сейчас 46 вешу ровно. Это вот у тебя на завтрак. Весила 46 800. Все с праздника сможет. А сейчас, короче, 46 ровно вешу. То есть, подходит к 45. И если у меня будет вес дальше снижаться, я к врачу пойду, короче. Спрошу, что такое? Что за фигня? Я типа ем, а что у меня вес не прибавляется? Скажи, что салу надо мяска. Ну, она тоже самое, как та скажет. Ешь, типа мясо. Так я не ем мясо. Я что сделаю-то? Я не могу его есть. Главное, Алилович, приезжай. Побалдеем на стримчанском тут, короче. Поиграем. Что еще? По-мужски. Посидим. Как быстро вес теряешь. Ну, вот смотри, я весила 49 килограмм где-то в конце лета. В день рождения, как раз 3 августа я отмечала на рождении, я весила 49 килограмм. Сейчас я вешу 46. 46. Причем я не худею. Я не худею специально. Специально, чтобы я там сидела на диетах. Вот это я не ем. У меня типа такое питание. Я уже привыкла. Трубил новые серьги. Я давно заметила. Руси. Похоже, ты их делаешь. Да-да-да. Опять новые серьги. Ой, это еще старые серьги. Просто их не видят. Так что, ну вот считай, что плачешь? Я? Нет, я ты что? Не заедешься. Не заедешься. Не заедешься. Не заедешься. Не заедешься. Не заедешься. Я не могу дышать. Не плачь. Не плачь. Я уже наелся. Сколько я 10 или больше съел тарталеток? Вот так вот. Не наелся. Сейчас мне там пройдет реально. Вот так вдовлю, как будто боль такая. Фасоль красная. Торт я не смогу есть. Фасоль красная, надо попробовать. Торт не смогу есть. Торт не сможешь есть. Вот так делаешь, как будто вот так под таж на тебя. Сука наелся. И ты анигири. Ну, кстати, вот вино хорошо улучшает пищеварение. Даже выше, чем мизин. Даже лучше, чем для вас. Я тебе настоятельно рекомендую сходить в больницу, сдать анализ на... На чё? Я такое не знаю вообще. Чё это? Он какой-то написал... Всё кончилось. Ну и чё? Так это легкое же вино 7 градусов всего. Это, считай, как бутылка пива С. Две бутылки я с этой выпил. А 0,7 градусов всего. Ну, Руслан, ну только пиво-то сейчас не мешай. Это я последний. Всё, боже, не будет. Эх, всё, ребятки, моя полторушка кончилась. Так жалко, думаю, она бесконечно будет. А-а-а, да нет, это всё отлично. Нет, я чувствую себя прекрасно. Как бы тебе сказать... Давай стопимся. У меня не кружится голова, у меня нет никаких болей там. А-а-а, Санечка. Ну, единственное, что я на самом деле, я сидела на диете. Я ела одни овощи. Вот лето было. Я ела одни овощи, это, кукурузу. Кроме кукурузы, кабачков и огурцов, я не ела ничего. Вот просто я тебе клянусь. И может быть из-за этого у меня просто организм уже... Может он перешёл как бы в этот режим, знаешь. Он аш, может, вот он сбрасывать килограммы и всё. Ну, типа, запустился вот этот процесс и всё. Ну, типа, и как сейчас его? Надо начинать что-то такое есть, может, жирное, может, что-нибудь. Пиво я... А фрыль жирное? Пиво я пить не могу. Мне говорят, пиво пей разливное желательно, с дрожжами, чтобы оно было. А я его пить не могу. Я выпиваю бокальчик этого, стакан пива и меня... Меня аж уворотят от этого пива. Мне кажется, что это от овощей просто. Любой человек, если будет есть одни овощи, он похудеет любой. Любой, любой. Хоть, блин, хоть кто. Пишет Майк Тайсон. Майк Тайсон. Надо провериться на онкологическую болезнь. Да нет. Там, когда есть что-то такое, то человек вообще... Ой, Наталья Оловск. А я могу, извините, сейчас и 200 раз присесть, и еще и пресс покачать, и еще и пробежку устроить, если мне надо будет. Я чувствую себя вообще отлично. Но почему у меня вес не набирается, я не знаю. Может, просто я не доедаю. Может, я мало ем. Может, мне кажется... Наталья Залиток просит обонимать мне в спортзал. Может, мне кажется, что я много ем, а по факту, может, так люди вообще не едят. Мне вонимет в спортзал. Не знаю. А, все, Экус, Экус пришел. Да, о чем он пишет? Повторяет. Спасибо. Гобла у меня, Гобла. Думал, бесконечное будет вино. Думал, бесконечное? Да, она большая сильная была. Как поедешь, вы смотрите это видео. Будешь маму показывать. На телевизоре будешь смотреть. Большое. Ну, пить-то свое вино. Там у тебя еще много. Ой. Да у меня-то еще... Да топтай, не знаю, доберусь. Я-то еще только два бокала выпила. У меня-то вон еще сколько. Ты смотри, я еще даже выпила всего лишь 0,3, да, где-то. Это же 0,7 бутылка. Ну, тут 0,3 где-то. А ты уже полтора холопе. Руся. Она кончилась, да? Да. Она кончилась. У меня... Ну, все, выбрасывает поеду. Так, Катюша, вопрос не в том, почему вес не набирается, а в том, почему он уходит без основания. Так. У организма есть планка по весу, а твой начинает отторгать пищу. Нет, у меня не отторгает пищу. Если бы у меня отторгала пищу, я бы как бы ела тогда огурчики свои любимые. Ну, как? Как бы я тарталетки с икрой бы ела тогда? А как бы я тогда форели на гриле бы ела? Да и как бы я тогда вино пила? Ну, нет, это по-другому. Мне кажется, просто я мало ем. Если бы... Руслан, ты так пиво-то не наливай? Ты что, в баре, что ли, сидишь, чтобы так пиво-то наливать? Давай, иди, выбрасывай. Руслан! Вот сейчас опять Катюша пойдет это... Вытирать. Сколько вы уже вместе? Три года. Три года получается так. Ты же не бармен, чтобы так пиво лить в бокалы. Не научи меня. Русланчик не удавшийся бармен, а Катюша официант. Получается так, да? На, держи. Ну, хватит! Да все. Че ругаешь-то? Ну, выключай уже видео-то свое. Ну, всем пока! Включай музыку. Вот именно. Сейчас включу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok